МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На криптобиржах Международного финансового центра Астана разрешено продавать и покупать цифровые активы. Отечественные майнеры должны реализовывать через них половину от добытого объема криптовалют. Действенность майнеров в Казахстане приравнена к предпринимательской. Чтобы добывать биткоины или другую криптовалюту на территории нашей страны, они обязаны получать лицензию. Без нее их деятельность считается незаконной, отметили в ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров. Лицензирование позволяет государству регулировать сферу цифровых активов, защищать интересы инвесторов и пресекать незаконные операции. В некоторых могут использовать криптовалюту, в их числе отмывание денег или финансирование терроризма. Кроме того, лицензирование майнеров способствует повышению прозрачности и стабильности рынка цифровых активов в Казахстане. Это может укрепить доверие к этой индустрии среди местных и международных инвесторов, а также способствовать притоку инвестиций и развитию новых проектов в области блокчейн-технологий. В рамках закона цифровых активов все эти моменты были проработаны. Не только о том, как именно работать майнером, но и о том, как правительство будет контролировать их доходы, как они будут платить налоги. То есть все это в рамках закона было проработано, и все эти моменты начали действовать. Майнинг – это процесс создания новых блоков в блокчейне путем решения сложных математических задач. Этот процесс необходим для подтверждения транзакций и обеспечения безопасности сети. Майнеры используют специализированное оборудование или графические процессоры, чтобы выполнить вычислительные задачи и добавить новые блоки к цепи. Основной мотивацией для майнеров является возможность получения вознаграждения за каждый добытый блок, а также комиссии, взимаемые с проведенных транзакций. Это делает майнинг высокодоходным занятием, особенно в случае успешных криптовалют с высокой стоимостью таких как биткоин или эфириум. Продавать и покупать криптовалюту отечественные майнеры могут на площадке Международного финансового центра «Астана», где работают биржи по торговле цифровыми активами. Если ранее наши майнеры только предоставляли инфраструктуру, то есть вычислительную технику, которую закупали электроэнергию казахстанскую, но все цифровые активы, которые появлялись в результате этой деятельности, они уходили за рубеж. Наши майнеры просто получали фиксированную уплату, таксу, ну, за использование всей инфраструктуры. То теперь все майнеры приземлились в Казахстане, так скажем. Это очень важное отличие, потому что теперь процесс цифрового майнинга осуществляется в Казахстане, и майнеры свой доход исчисляют от реально полученных цифровых активов. Вся информация о машинном парке добытчиков криптовалюты в Казахстане зарегистрирована в единой базе. Создание специального реестра оборудования – одна из норм, предусмотренных в новом законе о цифровых активах. Майнинг-пулы отчитываются перед налоговой инспекцией. Вот кто, сколько заработал, в какой период, по каким дням. Комитет государственных доходов на ежедневной основе определяет курс средневзвешенной за сутки по всем видам цифровых активов, которые майнятся в Казахстане. Согласно этого курса, получается, у майнеры в момент получения цифрового актива им зачисляется условный доход, так называемый, с которого они уже исчисляют свои налоги. Это очень хорошо, потому что теперь деятельность по цифровому майнингу еще и будет приносить доход в казну, то есть в бюджет. Какие шаги нужно предпринять, чтобы заниматься этим видом бизнеса в Казахстане? Для начала эксперты рекомендуют дождаться, когда рынок перестанет штормить. Возможно, обстановка станет стабильной в течение предстоящих двух месяцев, когда завершится халвинг. Каждый гражданин Казахстана может спокойно получить разрешение на ввоз оборудования, закупить его. Ну, в основном закупают за рубежом. Это новое оборудование. Для его оформления, для права приобретения, необходимо оформлять разрешение через елицензирование на его ввоз, потому что это криптографическое оборудование. Каждый, кто интересуется цифровыми активами, должен помнить о рисках. Торговля криптовалютой из-за волатильности этого рынка в разы опаснее, чем инвестиции в ценные бумаги. На этом у меня все. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова